Доброй-доброй-доброй ночи! Возвращаемся ко второму матчу между командами Evil Geniuses и Champions of Summer's Rift. На Join.MLG Pro League у нас. Это первый сезон, это американские дивизионы, групповые этапы. Катка в формате Best of 2. Пока что одна победа за командой ЕГЭ. Смогут ли рифты хоть чем-нибудь отметить? Ну, во-первых, у рифтов все для этого есть. По пику персонажей прошлая игра, возможно, даже была за ЕГЭ. Действительно, был небольшой провал по миду, но, опять же, можно было этот вопрос как-то решить. Рифты почему-то не задались этим вопросом. Не поставили цель как-то обезопасить снайпера. Снайпер несчастный натерпел на миде против Zivsao. Вот Сумаила, опять же, не натерпеть на миде против Сумаила. Это сейчас одна из наиболее сложных задач, наверное, для мидера любой команды в любой точке планеты. Ну, да ладно, в принципе. Не облюбовал Сумаила только ленивый. Все понимают прекрасно, что у нас перед нами разворачивается вообще. И что это за игрок будет, какого уровня через год, через два, если не остановится. Страшно даже представить. На данном этапе для Сумаила взяли инвокеры. А вот теперь интересно, будет ли это молодой ранний Денди, который 3-4 года назад взорвал интернет своей разминкой на инвокере. Будет ли это мультикасты постоянные от инвокера. А, здесь еще у нас и Огрымак. Вот у кого действительно мультикасты будут, так будут. Мультикасты, я имею ввиду, крутейшие раскасты с 3-4-5 скиллами за один файт Аганим и еще и рефрешер на инвокер. Да, вообще чудо из чудес. Сумаил, в принципе, даже SF у нас собирает рефрешер. Для инвокера собрать рефрешер, я думаю, небольшая проблема. Ну, что, взяли у нас Энигму, команда ЕГЭ. Ну, и, видимо, решили крутейшую стратегию замутить. Значит, раскасты от инвокера 100% будут. Иначе, для чего вообще нужен Блэкхолл в составе команды ЕГЭ? Клокверк, Скайросмак, Штормспирит и Леон для рифтов. И для ЕГЭ Акс, Огрмак, Инвокер и Энигма. Артизи в прошлом матче ничего не показал. Куроку очень классно стоял на ранних этапах на лайне против Фира на спектре. Но ни к чему хорошему это в итоге не привело. Куроку оказался беспомощен в мидгейме. И точно так же Феникс, которого саппортил Куроку, оказался абсолютно беспомощным. Все дело в том, что Сумаил на Зевсе показал высший класс. И там действительно колдовство было по всему периметру доты. Но это Зевс, это ульты, это крутые раскасты. Загнал сначала снайпера, потом загнал всех друзей снайпера. Рифты взяли Фейслес Войда. Серьезный. Лейд для команды. Рифт. Опять же, в окружении таких саппортов, как Скайрос Мак и Леон, Войд должен выфармливать по дефолту. Без вопросов. Никто мешать Артизи не будет. Тут, в принципе, по персонажам Акс толком прохарасить Войда не сможет. Потому что будут стопить его. И Огрмак тоже не сможет постоянно поливать теми же Фаербластами. Там по мане, естественно, проседает. Ну, ЕГ взяли Лон Друида. Последний пятый пик. На Леоне. Да возьмите Рубика для куроку. Я не видел, кстати, был ли в бане Рубик. По-моему, не было. Ну, решили без Рубика обойтись. Ну, опять же, Леон был пикнут первым персонажем. Почему-то решили забрать сначала саппортов, а потом уже каких-то кор-героев. Ладно, это все дело команды Саммерс Рифт. Ну что, переключаемся к игре. Первая была за ЕГЭ. Первая была безапелляционно за командой ЕГЭ. Ничего не смогли сделать Саммерс Рифт. По всей карте умирали просто как подкошенные. И это было видно. 22-4 или 27-4. Как-то так закончилась эта игра. Там полнейший провал. Сумаил на мид отправляется в инвокере. Ковбойская шляпа. Туфельки и макияж и этот день наш. Ну, не мой. Так, Энигма у нас. Куда отправиться? Может ли на подсейв на сложную или Энигма? Ну, скорее всего, Энигма у нас будет стоять в лесу. Аой-2000 частенько этим занимается. Юниверс на сложной на аксе. В легкую отправится фармить Фир. И будет ли подсейв вообще у Фира? ППД, в общем-то, есть смысл отправиться вместе с Аксом в сложную. И отправить туда всю триплу. Ну, на мид, естественно, инвокер. У команды Самс Рифт. Демон на Клокверке отправляется в сложную. Это не обсуждается. Бракс в миде на Шторм Спирите. Курокус. Плюс 14.37 наверняка пойдут на подсейв Артизи. У Артизи есть Баттл Фьюри и дорогущая-предорогущая голова на Фейслес Войде со старта. Правда, это не очень помогает. У него и на Джаггернауте был роскошный сет. Ну, как-то этот сет вообще не Айс оказался. Медведь сюда приходит. Ну, Медведь просто будет получать по голове. Может, попробует даже забрать на ранних этапах Медведя. Тут плюс 300. Это более чем крутой буст. Ну, гнать Медведя, в принципе, дороговато. Выходить во вражеские леса. Вдруг там действительно байт на него. Никто не показывался из игроков ЕГЭ. Могли байтить какому-нибудь Куроку или какому-нибудь Бракса. А там по голове настучали бы очень быстро. Ну что, пока у нас пауза. В принципе, а что нам смотреть, пока у нас пауза? Ну, давайте посмотрим, как круто у нас одет Куроку. Вообще, по сезону. Куроку вот такие вот вещи. Мистикл голова и легендарит топор в руках. Все, больше смотреть нечего. Пара-бара-бам. Ну, паузу нажали, пока не озвучивали, собственно. В чем проблема? Good luck, have fun. И нажали на паузу. Окей, we have fun. Действительно, это очень весело. Ну, Сумаила, кстати, да вещички можно бы доприсмотреть. Наплечное украшение Мистикл. Роскошь. Шляпа Мистикл. Какой жуткий Мистикл. Ну и мистические форгиды у нас имеются для инвокера. Мы посмотрим, что это будет. Будут ли вообще здесь форгиды появляться в фате. Или у нас Сумаил пойдет через колдовство и магию. Глянем. Демон тоже заряжен в порядке. Все необходимое. Фуловый сет. Демон к бою готов. У шторма. На котором играет Бракс. Ну, конечно же, имморталовская шляпа. Иначе зачем вообще шторма брать на таком уровне. Ну, Бракс в прошлой катке никак на своем снайпере не отыграл. В общем-то, терпежная дота была очень долго. А дальше уже и терпеть силы не осталось у команды Самсрифт. Написали ГГ. Там, естественно, Сумаил все дело сделал. Уже квас вкачал у нас инвокер. Настреливает по Браксу. А Бракс, я думаю, сам может настрелять Сумаилу неплохо. Бракс пока очень сильно по хп наказал Сумаила. Но почему не пойти дальше? Может быть, побоялся, что будет выход. В принципе, Ауи вне зоны Вижена. Бракс продолжает настреливать по Сумаилу. Но сами прекрасно понимаете, здесь очень неплохой хп реген. Все это благодаря... Благодаря, конечно же, квасу. Колд снэп уже появляется у Сумаила. Так что Бракса будут пытаться ловить. Юниверса здесь гоняют к уроку. Будет ли подкоп? Да, подкоп по Юниверсу есть. Но он уходит тут без вопросов. Да, кстати, по вещичкам вот что еще. Вот что еще есть у Юниверса. Крутое плечо. Настоящее плечо, на которое можно облокотиться всей команде. Правда, там порезаться, по-моему, можно. Демон на сложной пока стоит не очень удачно. Всего лишь два крипа за две минуты. И это, естественно, не показатель. Бракс на миде 12 на 3 пока что опережает Сумаила. Сумаил на миде 6-0. Ну, Сумаил фарм вкачан. Имеется Нул Талисман. Плюс здесь Квас Векс. Ну, Квас Векс, конечно, не для демеджа, но стоять комфортно на лайне помогает. Ну, а Нул Талисман уже какую-то, какую-никакую помощь оказывает. Так, у нас здесь медведь сильно проседает. Это, в общем-то, ничего особенного. Ай-яй-яй, какой еще спирит крутой. Ну, здесь все заряжены просто. Это какая-то битва супермодников. Все крутые, у всех все лучшее, все блестящие вышли на файт. Потом, конечно, кровь, кишки и прочее по обочинам. Это все будет попозже. Так, Юниверс. Пока стоит сложный. Пока фармит, пока все хорошо у Юниверса получается. В общем-то, его напрягают, конечно, под лайном, ну, под тауэром своим, но держится Юниверс просто на ура. Скайрос Мак без фарма, но он здесь и не для фарма стоит. Ну, у Артизи, в общем-то, все для фарма раннего есть. Квеллинг Бейд, Стаут Шилд, имеется Бутс оф Спид. Все хорошо. Куррок уводит здесь даблс отводы. Тоже, в общем-то, по гайду. Сумаил цепляет у нас Бракса. ЕМП под ноги. Бракс без маны должен оставаться. Да, на один ремнант осталось, но немножко останется еще до второго. Ну, гоняет у нас Сумаил, конечно, Бракса. Хотя и по фарму видим, что Бракс впереди. Причем, не намного, конечно, но впереди. Но это вопрос, опять же, времени. Я думаю, Сумаил свое вывезет. Уже появляются когти на атаку. Курица несет еще одни. Ну, и скоро будут фазы. Дальше Оркет. Дальше у Бракса появятся настоящие проблемы на лайне. Сумаил качается через ЕМП, через Колд Снэп. Артизи Фармит ушел с линии Юниверс. Юниверс пошел, как я понимаю, в лес, но в лесу Юниверса никто не ждет. Здесь Ауи 2000 все, в принципе, монополизировал и выфармливает свои артефакты. Сложные для команды Самсрифт дела по-прежнему печальные для демона. Это тебе без курок устоять. Это полный провал. Это не прошлая катка, конечно. Опять ЕМП под ноги Браксу. Бракс вообще без маны просто под ноль сбривает его Сумаил. Ну, Сумаил так и будет, видимо, себя вести. У Бракса не хватает на ремнант. А значит, не работает и пассивка, которая наиболее дамажащая была по Сумаилу на первом левеле. На ранних, точнее, левелах. Так, выходит у нас демон. Зачем демон сюда выходит? Непонятно, зачем. ППД у нас подходит к миду. Ну, просто... Просто провязали Коген на хайграунде и разошлись. Ну, пока без фрагов. 4 минуты, 28 секунд позади. Пока что без фрагов. По фарму видим, что одинаково идет у нас. Что воид, что лон друид. Разница небольшая. По нетворсу все, в принципе, одинаково. Один в один вообще. Тут просто кому что натикало. У воида тем временем появляется Мордип Маск уже. Артизия у нас, видимо, в раннем ум будет выходить. Прямо как я в пабе. Почему меня гнобят, не могу понять. За такую сборку. Ну и... Так, у нас проседает по хп... Проседает по хп Бракс. Умирает также Энигма. Энигма провязал Блэк Холл. Ну, как же так, а? Пропустили. Ладно, давайте, можно будет посмотреть. Да, выходит у нас Энигма. Поднимают ветра у нас Бракса. Блэк Холл под ноги Браксу. Моментально сбивают Блэк Холл. Все, смотреть тут нечего. Все, понятно. Возвращаемся в игру. Блэк Холл сбили просто моментально. Очень быстро. Все это оказалось не ярко, не интересно, но и скучно. Даже, может, и хорошо, что мы пропустили Фёст Блад. Ну, конечно же, нет. Это нехорошо. Больше такого не повторится. В этой игре так точно. Фёст Блад в этой игре я уже точно не пропущу. Польза пропуска Фёст Блада в том, что второй раз ты это не сделаешь. Фир. Что в Медведе? Ничего в Медведе. А где деньги, Фир? Куда ты их потратил? В Курире летит... Летит ему Hand of Midas. Фир у нас пойдет в Макс Золото. Хорошо, пожалуйста. У Демона хоть какая-то возможность подфармить. Пять крипов уже насобирал. Катапульта не его. Пять и осталось. Уходит у нас Фир в лес. Здесь еще один крип. Ну, можно. С Медведем можно фармить. У Фира третий Медведь имеется. Так, Шторм Спирит у нас в это время забирает Сумейла на миде. Ну, что такое, а? Да, как-то я мид все прошляпил. Все файты вообще здесь. Ладно, умер у нас Сумаил. Умер первый раз. Пока не так уж провально. Команда ЕГЭ на миде, в общем-то, ровно теперь начала идти. Забрали Шторма. Забрали... Забрали Инвокера. Артизи. Тем временем Мом имеется. Имеется Хроносфера. В Соло, наверное, Ауи должен разбирать. 700 хп. Я думаю, попробуют, как минимум. У Ауи. Пока без Миднайт Пульса. Наиболее яркий вообще, наверное, артиф... Скилл, который имеется у Энигмы. Ну, понятно, что после Блэк Холла. Но, действительно, очень крутой и дамажичек. Клокверк. Жажда наживы, видимо, его замучила. Пошел пофармить. Далековато от вышки. Ну, там и остался. Да, без хукшота. Да, Клок у нас не врывался. Клок у нас просто умирал. Сумаил против Бракса сражается. Здесь недалеко Куроку. Курок уже в двух файтах поучаствовал. И два фрага имеет в ассисте. У Артизи 580 на руках. Мом есть. Артизи уходит в лес. У Скайросмага 4-й левел. У Клокверка тоже ульты до сих пор нет. Демон у нас Сумаила опять на мид возвращался. Но здесь я успел переключиться. Сумаил меня просто сейвит за счет инвиза. Нормально ушел. Гюст Волки не умер. Если бы он умер еще раз, и я бы это пропустил, я думаю, трансляцию на это можно было бы закрывать и... пойти плакать где-нибудь в уголке. 14.37. Стоит на лайне. Пытается фармить крипов, но... По крипам, как видите, вообще провал полнейший. Не удается никого застилить, заденайить. Вообще ничего не удается у нас Скайросмагу. Ну Скайросмаг, это вообще несчастье в доте, как по-моему. Выход на Артизи. Вот Сумаила. Улетает отсюда Артизи. Куроку остался. Куроку зря, наверное. Остался еще и крипы. Его блочат, не дают уйти. Куда вообще мы здесь живем? Крипы нереально напинали. Вот этот Кобальт, который первого левела 240 кп и 10 демеджа, сейчас стоил жизни. Куроку на Леоне. Говорят, парень там серьезный где-то выходил в какие-то гранд-финалы, каких-то там турниров на несколько миллионов долларов. Здесь один Кобальт пришел и на место вообще Куроку поставил. Ну, Артизи, да, плохой Кобальт. Плохой Кобальт, отомщу. За тиммейта по команде Сикрет. И у кого вообще удивление, да, играют с тендинами Артизи и Куроку. Игроки команды Сикрет играют за сам Срифт. Играют против одной из сильнейших, по моему глубочайшему убеждению, команд в мире на данный момент. Команды ЕГЭ. Первая катка была за ЕГЭ. Это серия Best of 2. Еще раз, для всех, кто подключился совсем недавно. Первая катка за ЕГЭ. Ну, здесь ответный матч. Пока 3-2, пока все ровненько. По золоту 2000 в пользу команды ЕГЭ. Это немного. По экспириенсу 3000 тоже в пользу ЕГЭ. Это 1-2 фрага в плюс в файте. Ну и, собственно, все у нас уходит. У Сумаила ЕМП имеется. Имеется колд снэп. Квас Векс. Никаких экзортов, никаких форгетов, никаких санстрайков. Пока что без камней с неба. Сумаил у нас серьезный дамажащий инвокер. Но дамаг тут за счет фейсбуцов и не боли. А скорость дамага это уже другой совершенно вопрос. Сумаил у нас нормально. Таких инвокеров и в пабе уважают. Бракс по хп проседает. Что у нас у Бракса? Кстати. Пауэр трэдс имеется. Имеется нул талисман. Роуп оф зе мэджик. Так. Врыв у нас Сумаила. Сумаил без Гост Волка. Переключается в Гост Волк. Но здесь просветка была от демона. Видят Сумаила. Будут стараться забрать. Скорее всего забирают. Бракс у нас с Киллинг Спри. Киллинг Спри забирает уже. И на данном этапе все три фрага команды Самс Рифт. На счету мидера команды Самс Рифт. Продолжаем смотреть, что там у нас на лайнах. У Спирит Бира. Так. Фейслес Воид у нас здесь. Ворвался. Разорвал Энигму. Разорвал его в кустах через Храносферу. Ну что, отвлечешься на какого-нибудь Медведя. Моментально у нас горит Энигма. Артизи здесь. Артизи спокойно развалил у нас Энигму. Отсюда уходит. Возвращаемся к игре. Прилетели драться с Артизи. Артизи не умирает. Так. Куроку у нас очень сильно проседает. Сумаил бежит за ним. Юниверс. Если подожжет Куроку, Куроку и сам догорит. Так. Какого здесь левела у нас? Горелка нет. Горелка первого левела. Возможно, Куроку и выживет. Да, не дотикает Куроку. 38 хп. Остался живым. Ну, наверное, надо было Сумаилу перебаковать. Пойти немножко дальше. И хотя бы один удар дать. Ну, здесь через стики нормально. Все, что необходимо, выфармили. Пипеди. Тем временем отправляется на мид фармить. У Пипеди все, по-моему, осмелело. Одна голова осмелее другой. Отправился фармить на мид. Не боится он. Врыва от Бракса. А, по-моему, очень даже зря. Бракс на данный момент уже второй по фарму. Уступает он только Фиру. Опережает своего тиммейта Артизи. Ну, и очень сильно опережает Сумаила. Более тысячи по золоту. Сумаил выходит в спину Браксу. Не промахивается торнадо Сумаил. Комбинушка не сработала. Врыв у нас Сумаила. Сразу же решили ответку. Игроки команды ЕГЭ организовать под ноги Мистик Флэр. Сумаил отправляется в таверну. 5-4. Ну, здесь вплотную взялись за мидера команды ЕГЭ. И, честное слово, это не лишено смысла. Сумаил в прошлой катке божил. Сумаил в прошлых, наверное, 25 или 40 катках ЕГЭ божит. Тоже по дефолту у нас. Сумаил действительно очень хорошо играет. И это прекрасно все знают. Ну, и здесь реальная угроза для команды Самс Рифт. Это выформленный инвокер. Ну, даже не инвокер, а имя, которое за ним стоит. Это как в свое время команду ЕГЭ. Боялись все за счет Too Easy for Artyzy. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Игнобили Artyzy. Постоянно то даблой против него стояли. То по КД выходили шейкеры. И дамажили на миде Artyzy. На всевозможных персонажах. Вот примерно то же самое случилось. И в этой игре на Сумаила вообще всем подъездом, всем двором ходят. Бьют маленького мальчика. Демон. Что-то по артефактам уже вывез. У демона имеется Tranquilla. Есть Bottle. Имеется 1000 на руках. Но 36 крипов как-никак. Кое-что насобирал. У Сумаила. Появляется второй. Так, врыв у нас от Акса. Куда Акс ворвался? Акс ворвался на мид. Акс здесь и на миде остается. Рассыпается Акса. Ауи с Блэк Холлом. Бракса будут ли ловить? Да. Бракса забрали через Малифейс. Не стали тратить на него Блэк Холл. И это действительно разумно. Артизи по-прежнему стоит, а булава самобьет. Вот такой вот у нас Артизи. Что это? Как это вообще? Давайте переключимся на Сумаила. Вернемся к Артизи. Да, Артизи у нас с лунной походкой движется. Артизи просто движется и убивает. Просто подходит статуя и убивает. Возможно у кого-то это отображается. Возможно у кого-то нет. Хотя в принципе стримлю-то я со своего экрана. Да, печаль. В это время Лун Друид у нас развалил Клокверка. Ну, я вам честно говорю, было бы поинтересней. Занятие посмотреть на Артизи, который не бьет, а все вокруг у него умирает. Ладно, все. Легкая наркомания заканчивается. Все-таки уже немаленькие дети. Выход от команды ЕГ на первый Тауэр по Миду. Эдолоны имеются. Можно бить Тауэр. Медведь имеется. Все засумонили. Все готовы. ППД у нас на ЛОХП. Но Бракса вовремя зацепили. Фаербласт в ответ код ППД. Отомстил за всю боль, которую сейчас ему нанесли. А боли там было немало. Боли там было почти на тысячу ХП. Разорвали Бракса. Скайра Смак тоже у нас недалеко отсюда погиб. Я не заметил даже, как рассыпался у нас. Наш саппорт команды Самсрифт. Чет становится 6-8. Не так провально для Самсрифта. Они уступают, но не так сильно, как в прошлый раз. Есть Храносфера. Храносферу проюзал Артизи. Бьет Фира. Фир на ЛОХП плюс Куроку здесь. Поднимает у нас ветра всех Сумаил. Будет сэвить. Хотя здесь Блэк Холл имеется нужный в 7 секунд. Такая удачная позиция для Ауи. Дать Блэк Холл из кустов. Ну просто-напросто банально не хватает маны. В итоге все равно команда ЕГ забрала четверых. По сумме двух файтов. Ну и выиграли... Тысячи, наверное, полторы по золоту. На первом месте Фир. И за него дали достаточно много. Фир потерял тут... Ну не знаю. Короче говоря, Сумаил 772. Заработал за файт. А это действительно полезно. Уже есть один Обливент Став. На второй Обливент Став деньги тоже имеются. Ну а там уже совсем немного. 700 до рецепта. Давайте глянем графики. Пять с лишним. Даже семь с лишним, наверное, выигрывает команда ЕГ. Также по экспириенсу Вилджиньус выше, чем на 6000 поднялись в своем преимуществе. 16 минут у нас позади. Развалили Рошана ЕГ. Никаких попыток подраться. Вот сам срифт мы не наблюдали. Ну, понятное дело, тут не по шансам. Только что в четвером развалились. Тут можно было в пятером на Рошане еще раз умереть. Все это прекрасно понимали. У Артизи тем временем появляется Пауэртрет. Акс врывается у нас на Артизи. ЕМП под ноги. Никуда у нас воет не уходит. Своими ходом тоже не убежит. Просто падает после Торнадо на землю и разбивается. Сумаил даже не руками убивает. Сумаил начинает какое-то психоделическое унижение команды Самсрифт за всю ту боль, которую он испытал на миде. 4-3 у него счет. Три смерти. Это только сейчас Сумаил начинает кое-какие фраги зарабатывать. До этого, по-моему, 2-3 или 1-3 шел мидер команды ЕГЭ. Ну, артефакты свои вывез. И понятное дело, что Сумаила будут контрить. И против Сумаила здесь очень много скиллов нацелено. Поэтому, конечно же, забирает Аегис именно он. Не Фиру на Лондруиде отдали, у которому действительно нужно бы жить. Лондруид по дефолту забирает у нас Аегис. Отдали его Сумаилу. Сайленс пошел от 14-37. Отсюда он не уходит. Еще одна тычка. И Сумаил доминейтинг зарабатывает. В крипов влетает демон. Собачьи крипы. Просто заблочили хукшот демона. Как так вообще убить собственных хрипов надо, я думаю, за такое? Еще один килл. Дабл килл от Сумаила. И у него уже мега килл стрик. У инвокера все хорошо. Мана Ореген крутой. Все, в принципе, прилично. ЕГЭ поднимаются на вражеский хайграунд. Но я думаю, это все, в принципе, понты. А может и нет. У Ауи есть Блэк Холл. Сейчас проезжает вот этот артефакт. Ауи опять у нас бомжует по мане. Непонятно зачем. Но не должно хватать, по-моему, на Миднайт Пульс вместе с Блэк Холлом. Видимо, будет один Блэк Холл. Отошли. Отошли игроки команды ЕГЭ. Сумаил у нас проседает по хп от Артизи. А что Артизи? Юзал хроносферу? Нет, хроносферу не юзал. А почему Артизи не решился дальше драться против Сумаила? Вроде бы разваливает. Ну, наверное, подумал, что разменивать хроносферу в один Аегис. Это, конечно, провал. А потом еще и маны убежать не хватит. Ну, драки, по-моему, динамичные. А самое интересное, что динамичная игра. У Артизи появляется Мэл Стром. Давайте вообще глянем по Артефактам. Шторма. Обливиан Став уже практически нарисовался. Остается совсем немного. Ну, и рецепт заранее себе купил на Оркет у нас Бракс. Тут осталось всего 300 до Сайленса. У Клока. Имеется Став офис до 3770 на руках. Пока ничего. На Форстаф у нас выходит постепенно Клок. У Леона 320. До Даггера бесконечно много денег. У Скайра Смага есть Аркан Буцини. Ну, талисманов. Ничего. Ворвались на ППД. Мистик Флеер под ноги. ППД развалился. Юниверс ворвался сюда. Наверное, Юниверс зря сюда ворвался. Минус 2 для команды Самсрифт. ЕГЭ совершили ошибку. И за эту ошибку моментально были наказаны. Опять же, вы не против кого-то там играете. И понятное дело, что 1437 Бракс. Это игроки не топ уровня, конечно. Да, ну точнее топ уровня, пускай. Но это не топ 1 там в мире. Но здесь опять же есть Куроку. Есть Артизи. Это волей-неволей, но совершенно другая тактика игры. Другой уровень. Они в любом случае свою команду подтрунивают и подначивают играть. Более-менее интересно. О том, что Сикреты играют ярко и играют неординарно, нестандартно. Это, в принципе, все прекрасно знают. Куроку рассыпается от Медведя. О чем вообще он думал, когда стоял и видел, как Спирит Бир на него бежит? Неясно. У нас еще и Медведь непростой здесь. У Медведя уже имеется Мьолнир. Имеется Хэнд оф Меддас. Фейсбуцин. У Медведь валит вообще как сумасшедший. 20 минут. Практически 20 минут позади. ЕГЭ пока что впереди. ЕГЭ уверенно лидирует. Т2 по Меду падает. Надо идти на Т3. Не Т3, конечно. Я имею ввиду третий Т2. Потому что пока Тавра падают, деньги для ЕГЭ капают. По золоту ЕГЭ 12+. По экспириенсу. Более 10 тысяч. Ауи. Блэкхоллы крутые. Так и не Юзалду. Будет ли хоть одна драка у нас с нормальным блэкхоллом? Ну, мне кажется, если будут, то, наверное, уже на хайграунде. Сам с Рифт не должны выходить. Бороться у нас за Т2. Это действительно чревато тем, что упадут все вместе. А потом еще и развалятся бараки вместе с Таурами. Так, у нас сбили Аэггис Сумаила. Здесь Брак зацепил загулявшего Сумаила. Почему он здесь в Соло, непонятно. Взрывается у нас. Демон взлетает вверх. Ну и разваливают. Мультикаст прошел. Батаре Асаут не дамажит. Минус 3 для команды ЕГЭ. Сам с Рифт рассыпались втроем. И теперь непонятно, чем дефать. Ну, минус одна сторона, наверное, 100%. Т2 у нас уже развалился. В общем-то, все нормально. Медведь орет. Орет на себя. Орет на своего медведя. Медведи орут. Бараки падают. Ну, по-моему, все в порядке у команды ЕГЭ. Еще и развалили здесь шторма. Гадлайк для Сумаила. Как ни гнобили его. Как ни старались у нас в ничто превратить инвокера. Инвокер живет. У инвокера все хорошо. Хештег Сумаил живи. Рассыпается у нас еще и Скайра Смак. Это холи щит. И действительно, никакой не Бион Гадлайк. Это холи щит для Сумаила. Артизи очень неудачный. Точнее, очень удачный. У хроносферу ставит. Но очень неудачно он взялся играть против Юниверса на Аксе. Подлетел, заагрил. У Артизи нервы сдают к чертовой матери. У Бракса нервы сдают. ГГ, ВП, 22 минуты. У Сумаила, кстати, появился догон третьего левела. Это так, на закуску. Он уже стоял на хайграунде. Вот просто так у нас герой этого матча стоит на ступеньках. Ну, я не очень сапорчу, конечно же. Я не какой-то Глори Хантер, который... Все любят Сумаила, я люблю Сумаила. Я просто люблю красивую доту. И тут вопросов у меня нет. По красивой доте никаких претензий к команде ЕГЭ. 2-0 они выигрывают. Ну что, ребята, с праздником всех прошедшим. Для парней с прошедшим праздником. Для девушек тоже, в принципе, с прошедшим праздником. Пока что, пока что на сегодня мы заканчиваем трансляцию. Вы не забывайте, ставьте лайк, фоллоуьте нас на Твиче. Это очень важно. У нас пропала куда-то графа качества. То ли Твич чем-то играется и хочет помучать, потрепать нам и вам нервы. То ли вообще непонятно что. В любом случае, если чем больше у нас фолловеров на Твиче, тем больше у нас возможности заявить свои права и говорить в полный голос то, что мы думаем касательно доты. И не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Теперь еще одна информация. Так, YouTube, понятное дело, тоже там воды можете посмотреть. Мы с вами даем небольшую паузу. Три недели. Нон-стоп у нас было комментирование. По 12, по 14 часов. Ребята, у меня уже скоро отвалится рот. И это тоже надо понимать. Для всех, кто у нас постоянно и зрители у нас уже имеются. Это, в общем-то, приятно осознавать. Для всех, кто ждет следующих матчей, следующий и ближайший матч на нашем канале будут в среду. Понедельник и вторник. Берем выходной, чтобы хоть как-то немного и мозгами, и туловищем отойти от всего, что было за последние три недели. Услышимся уже в среду. В общем-то, буду скучать без вопросов. Надеюсь, вы тоже. Все. Всех с прошедшими праздниками, с прошедшей интересной неделей. Ну и, конечно, с прошедшей каткой, которую ЕГЭ выиграли со счетом 2-0. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. У микрофона был друг. Услышимся через пару дней. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok